Тимофей Кукотин – ровесник века. Он первый милиционер, который дожил до столетия. Родился в Гражданскую, воевал в Великую Отечественную. В годы борьбы с коричневой чумой он попадал в плен и получал ранения. Но благодаря смекалке и стойкости духа, все-таки прошел сквозь пекло войны. В органы внутренних дел Тимофей Федорович попал в 42-м, а спустя два десятка лет перешел в охранное ведомство. За инициативу и исполнительность всегда был на хорошем счету. Это я уже начальником отдела охраны работал, 10 лет в охране. Три года замом и 7 лет начальником. Отдел передовой в области. Ездили в Могилев, отчитывались, снижали, выпил все 7 лет, сколько я был начальником. Несмотря на возраст, ветеран в здравом умеет твердой памяти. Говорит, секрет такого долголетия – правильный образ жизни. Свой юбилей Тимофей Федорович спешит на торжественное собрание в здание департамента охраны. Здесь его знает и уважает каждый сотрудник. Встречают стоя, улыбками и аплодисментами. В городе он известная личность. Я думаю, к нему приходят, его навещают, его помнят. Мы тоже своим коллективом, отделом не обделяем его вниманием. В сотый день рождения ветерана гостям праздника в форуме рассказали о судьбе Тимофея Кукотина из его собственных воспоминаний. Как он шел к своим, нарвался на немецкий патруль, попал в лагерь военнопленных и бежал оттуда. Как слышал голоса фашистов, выстрелы и пробирался лесными тропами. Как добирался до партизан и как в год освобождения Беларуси. Оказался в Бобруйске. В коллекции Тимофея Федоровича медали за победу над Германией, за боевые заслуги ветеран труда. Сегодня арсенал пополнился еще одной значимой. Высшая награда департамента охраны. Это за отзнаку. Поэтому хотелось бы сегодня, в 100-летний юбилей, вам ее выручить. Важно о том, что он почти 10 лет занимался нашей любимой работой. Это охрана объекта, охрана физических лиц и имущества граждан. Поэтому нам очень важно прокоснуться к этому важному событию, которое сегодня прошло к честованию. Поэтому руководство департамента охраны, генерал-майор милиции Хоменко Сергей Николаевич не смог прибыть. Однако все необходимые атрибуты воинские – это и поздравления, и самая высшая награда департамента охраны за отзнаку – была сегодня вручена. Кроме наград, подарков и поздравлений, юбиляр получил новенький паспорт, а еще пожелание здоровья и долго оставаться в строю. У меня нет слов выразить, благодарность такую. Это большое спасибо коллективу, всем здесь присутствую. Здоровья всем, счастья, успехов. Доживите все до моих лет. Елена Кутузова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.